Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры на торговой сессии вторника. Сегодня 17 августа. Меня зовут Виктор Паньков. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Давайте посмотрим, какие торговые идеи есть на текущий момент и что будет актуально на этой неделе. Какие перспективы есть у наших стандартных инструментов. Начнем с индекса S&P 500. Как видим, вчера индекс S&P 500 предпринял попытку прорвать очередной уровень сопротивления 4462, но сегодня он пока что закрепляется под этим уровнем. Мы по-прежнему с вами рассматриваем глобально восходящий тренд, но не забываем о том, что циклически через равные промежутки времени у нас происходит коррекция. На прошлой неделе я говорил о том, что многие трейдеры и аналитики склоняются к тому, что коррекция начнется буквально вот-вот в конце августа, начале сентября. Поэтому если у вас есть до сих пор лонговые позиции, я рекомендую вам их обезопасить и подтянуть стоп-лосс поближе к текущему положению цены, чтобы когда эта коррекция последует, вы могли спокойно зафиксировать прибыль, и затем уже перезайти и продолжать зарабатывать на бычьем рынке. Идеи на текущую неделю у нас следующие. Для того, чтобы нам купить, с текущих позиций мы это делать не будем, потому что мы с вами ждем более выгодных цен, более удачных формаций, поэтому нам нужно с вами подождать коррекции. Два уровня коррекции, исходя из локального движения цены 44.28 и 44.04, и исходя из глобального движения цены, это котировки 43.66 и 43.11. 43.11 у нас соответствует практически нижней границе трендового канала, в котором движется актив, поэтому если уж у нас будет такое глобальное падение, здесь можно будет войти более рисковым, более повышенным объемом с небольшим стоп-лоссом, для того, чтобы забрать не только возврат цены и восстановление до текущих позиций, но и впоследствии иметь возможность каскадно закрывать сделку, при этом фиксируя неплохой профит. Цель по восходящему движению ближайшая у нас 45.11. это ключевой уровень, и сразу за ним идет целевой диапазон 45.13, 45.26. Продолжаем смотреть в лонг. Евро по отношению к доллару. Так, на прошлой неделе, это у нас какое было число, получается, 10-е. 10-е, что мы рассматривали с вами 10-го? Ага, ну 10-го мы как раз говорили о том, что ожидаем евро-доллар на 1.17 ровно, но, как видим, цена не дошла, после этого ушла в восходящем направлении. В принципе, сейчас она достаточно неплохо отрабатывает те структурные движения, которые имели место быть ранее, поэтому будем двигаться вместе с рынком. В данный момент мы оттолкнулись от уровня поддержки среднесрочного движения, вот этого, и я рассматриваю в ближайшей перспективе восходящее движение к уровню 1.18.358. От этого уровня я уже буду рассматривать какие-то коррекции и движения в нисходящем направлении. Поскольку тренд у нас здесь все еще остается нисходящим, здесь можно предположить, что у нас имеет место среднесрочный нисходящий тренд и вот такой трендовый канал, поэтому, в принципе, через какие-то коррекции мы можем дойти до верхней границы трендового канала, соответствующей вот этой длинной структуре и котировке 1.18.60, а отсюда уже рассматривать более глубокую коррекцию как раз в район уровня 1.17. Мне почему-то кажется, что так или иначе перед глобальным походом вверх евро-доллар должна достигнуть этой цели, чтобы потом уже зарядившись той ликвидностью, которую мы получим в данном поле возле данной котировки, пойдем на восходящий тренд. То есть пока у нас идеи такие. Ожидаем с текущих позиций восходящего движения от 1.18.35 будем пробовать какие-то среднесрочные или краткосрочные продажи. Более глубокий уровень поддержки на текущий момент 1.17.39, но с учетом того, что здесь у нас совмещаются уровни как по краткосрочному движению, так и по среднесрочному, я думаю, что вряд ли мы до него доберемся, а если и доберемся, то скорее всего пробьем. Поэтому если вы держите короткие позиции и они у вас находятся в плюсе, рекомендую вам их закрыть, зафиксировать часть прибыли, остальное перевести в безубыток. Ну а если вы держите лонговые позиции, то можете, предположим, в текущей ситуации усилить свои позиции небольшим объемом, меньшим, чем рабочий. Не рискуйте понапрасну. Идем далее. Фунт по отношению к доллару. Фунт вообще очень показал неплохие движения за последние несколько дней и продолжает вести себя очень технично. Была у меня на прошлой неделе серия сделок. Как раз я заходил вот от этого уровня, который у нас соответствует уровню минимальной коррекции по отношению ко всему восходящему движению. Это котировка 1.38.062. И была также попытка продать этот инструмент. И сейчас пока что я стою в коротких позициях. Я вам сейчас даже покажу. Я сделал скриншот, потому что очень хорошо получилось. Очень так симпатично. Вот. То есть был вход в сделку на покупку. Здесь я зашел на продажу. И сейчас пока что стою в короткой позиции. Часть прибыли уже зафиксировал. Пока что мы продолжаем смотреть в лонг, в шорт. Несмотря на то, что размерность, которую мы должны были отработать, выполнили. Но до нижней границы трендового канала 1.3761 еще вполне себе можно пройтись. И даже после этого я не думаю, что нисходящий тренд закончится. Вполне возможно, что мы через вот такое движение уйдем до уровня глубокой коррекции. Это у нас котировка 1.3718. И уже после этого пойдем на пробой и продолжение движения. Посмотрим, на этой неделе будет выступление Пауэлла. Будут какие-то макроэкономические новости как по Великобритании, так и по США. Посмотрим, какая валюта будет в конечном итоге являться драйвером этого движения. И от этого уже будем плясать. Пока что здесь вам рекомендую не открывать никаких позиций. Если вы будете заходить в лонг, то делайте это осторожно, потому что тренд у нас, как видим, нисходящий. Ну а если вы будете заходить в шорт, то единственная, наверное, точка входа, которую я здесь могу вам порекомендовать, это точка входа от одного из уровней сопротивления. Либо 1.3825, либо 1.3845. Вот от этих уровней можете пробовать дальнейшие продажи. Вот по такой же примерно формации. Но это как раз будет примерно нижняя граница трендового канала. Идем далее. Доллар, японская иена. Достаточно неплохо провалился этот инструмент. Сейчас пытаемся вернуть позиции и карабкаемся в восходящем направлении. Но, тем не менее, здесь такая тоже интересная ситуация. У нас как такового тренда лично я здесь не вижу. Вроде как есть обновление максимума, подтяжка минимума. Но с тем же самым успехом мы можем провалиться вниз, потому что циклические цели по нисходящему движению у нас еще не выполнены. Диапазон находится вот здесь. Это у нас котировки 108.611, 108.790. Поэтому вполне возможен такой вариант развития событий, что мы после вот такого безоткатного движения подойдем к одному из уровней сопротивления, от него оттолкнемся и пойдем добивать нижние цели. Это у нас будет 109.832 и 110.197. Такое движение у нас было обусловлено фундаментом. Это были положительные данные из Японии. Поэтому все мы знаем, что за инструмент японская иена и как им любят манипулировать те же самые власти Японии. Поэтому вполне возможно, что здесь мы увидим какой-то откат. Тем более, что у нас есть неоттестированные зоны ликвидности сверху. А снизу, насколько я помню, мы все зоны оттестировали. А, нет, не все. Осталась у нас одна неоттестированная зона примерно на уровне 108.500. И вот к этой как раз зоне могут подвести цену в текущем нисходящем движении. И уже после этого пойти в восходящем направлении на тестирование верхних зон ликвидности. Поэтому здесь я пока буду сохранять настроение шортить данный инструмент. И буду делать это исключительно от ключевых уровней для того, чтобы снизить риск ловли стоп-лосса. Вам рекомендую делать то же самое. Так, идем далее. Доллар канадец. По доллар канадцу мы продолжаем двигаться в восходящем трендовом канале. Я уже, к сожалению, не помню, какую идею мы с вами рассматривали. Но судя по тому, что мы подходили 10 числа к уровню минимальной коррекции, скорее всего, это была идея на продажу данного инструмента. Хотя я, конечно, могу ошибаться, могу многое не помнить. В любом случае, сейчас, поскольку инструмент явно показал, что он двигается в восходящем направлении, грамотнее будет найти сделки на покупку. Пока еще у нас тренд этот сохраняется. Ближайшие уровни поддержки. Откуда предпочтительно покупать? 1.2573, 1.2545. Ближайший целевой диапазон 1.2642, 1.2656. Если все-таки не с текущих позиций мы пойдем этот диапазон дожимать, а именно после коррекции, то здесь будет как раз выполнено движение к верхней границе трендового канала и после этого возможно движение вниз. Обратите внимание, что у нас такой интересный характер движения пары. Сначала был срыв, затем проторговка, затем еще один срыв. После этого идем в восходящем направлении. Сейчас практически подошли вот к этой вот пустой зоне, оттестировав которую мы можем действительно продолжить нисходящее движение по той размерности, которая у нас была ранее. Напомню, что она еще не отработана. Поэтому здесь я рекомендую вам следовать за движением цены, пока мы идем в восходящем направлении и покупаем. Если тренд меняется, то просто переворачиваемся и продаем. Никаких особых условий, никаких премудростей. Идем далее. Доллар-франк. Доллар-франк также провалился, причем пробил уровень минимальной коррекции. Здесь меня выбило по стоп-лоссу. Очень такой неприятный момент, потому что цена фактически даже шанса не дала как-то эту сделку вывести в плюс или закрыть без убытки. Тем не менее, мы практически приблизились к целевому диапазону. Диапазончик у нас находится в районе 0.90-91-0.90-1.03. И ключевой уровень посередине диапазона 0.90-95. Сейчас я бы рекомендовал все-таки дождаться захода цены в этот ключевой диапазон. И отсюда уже попробовать совершить агрессивные покупки с пробоем наклонной трендовой линии. И целью в ближайшем уровне сопротивления. Это 0.91-63. Более дальний уровень сопротивления 0.91-92. И здесь, так же, наверное, как и по японской иене, нельзя сказать однозначно, куда же смотрит цена. Потому что вроде мы двигались нисходящим трендом, но мы этот тренд пробили, потом в канал вернулись. И пока что находимся между максимумом и минимумом. Поэтому здесь будем смотреть, куда в дальнейшем пойдет цена и отрабатывать те формации, которые у нас будут появляться. В любом случае, если мы глянем с вами на те движения, которые были ранее, то можем спрогнозировать, какой же будет у нас коррекция. Но здесь на самом деле всего лишь две явные формации. Одна из них приводит как раз к уровню минимальной коррекции. Вторая приводит к этой проторговочке. Поэтому выбирайте сами, откуда вы хотите совершать сделки. Кстати, сделка в продажу от вот этого диапазончика, это котировка примерно 0.9135, будет выглядеть достаточно симпатично с идеей забрать движение до ключевого уровня поддержки. Это будет основной сценарий. Но альтернативный сценарий это либо пробой, если уж мы совсем пробьем и полетим ниже. Здесь мы будем ждать цену в районе 0.9037. Ну а дальше будем смотреть, насколько это падение будет глубоким. Если посмотреть по тому же самому анализу, то здесь толком даже не за что зацепиться, потому что практически не было коррекции как при росте, так и при падении. Поэтому ближайший уровень поддержки выпадает всего лишь на котировки 0.8965, 0.8988. Но это с текущих позиций достаточно неплохое падение, плюс здесь придется обновлять локальный минимум. Поэтому посмотрим, насколько это будет вообще реально или актуально. Но пока что будем придерживаться тех границ, которые находятся недалеко от цены. Идем далее. Австралиец доллар. Сегодня ночью пробил флетовый диапазон, выполнил ту размерность, которая у нас была ранее. Таким образом мы получили трехсоставное нисходящее движение. И в рамках текущего нисходящего тренда это может означать в принципе две вещи. То есть первая вещь это может быть то, что после этого трехсоставного движения наконец-то тренд у нас будет сменен на восходящий. С другой стороны, после очередной коррекции мы увидим продолжение нисходящего движения. И доработку тех целей, которые ставили мы изначально по среднесрочной формации. Вот. Поэтому здесь мы будем действовать следующим образом. Ну во-первых, нам необходимо сейчас подождать коррекции данного инструмента. Рассмотрим те размерности, которые у нас были ранее. Но здесь в принципе размерности это не так уж и много. Их всего три. То есть минимальная размерность приводит нас к нижней границе флетового диапазона. Более дальняя размерность приводит к срыву цены. И самая большая размерность приводит, скажем так, к диапазону за проторговкой. Поэтому здесь, конечно же, вот эту проторговку мы отмечаем как ключевой момент. И предполагаем, что за эту проторговку цена у нас при коррекции не пойдет. Если потенциал движения будет направлен именно в нисходящем направлении. То есть, грубо говоря, что мы здесь имеем. Если мы видим, что цена корректируется, то... Да что ж такое, не могу поймать. Если цена у нас корректируется в район цены 0.73.17, 0.73.29, отсюда можно совершать покупки. Ориентиром здесь будут являться несколько уровней. Ну, несколько, потому что здесь несколько вершин, поэтому мы их здесь несколько и отметим. И более дальней областью будет являться вот этот диапазончик 0.73.43, 0.73.8, 0.73.48. То есть, если цена все-таки здесь поболтается и пойдет в нисходящем направлении, значит, мы идем за ценой и рассчитываем на добитие среднесрочного диапазона 0.72.01, 0.72.57. Вот. А если цена будет закрепляться выше данного диапазона, то мы перевернемся и будем рассматривать движение к верхней границе трендового канала. Здесь у нас есть как неотработанные цели, так и стоп-лоссы. Ну и, в принципе, тренд достаточно долго у нас был нисходящим. И с учетом того, что здесь у нас есть глобальная дивергенция, мы вполне можем отработать откат на ту же размерность, которая у нас соответствовала данному диапазону. По Новозеландцу сегодня произошли такие небольшие сюрпризы в связи с макроэкономическими новостями. Так. Здесь у нас будет с вами идея следующая. Мы добили вот этим срывом цены краткосрочный целевой диапазон. Среднесрочный мы оттестировали уже давно, поэтому, в принципе, можно сказать, что этот диапазончик для нас на текущий момент является неплохим уровнем поддержки. И в текущем положении мы ожидаем подъема как минимум котировки 0.71 ровно по вот этой размерности. Поэтому, если вы не стоите в лонговых позициях, я вам рекомендую сейчас попробовать рассмотреть их. Но только учтите, что эти сделки будут агрессивные, поскольку такие срывы цены, особенно на новозеландцы, могут продолжаться несколько дней. Все мы помним... Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Вот он, по-моему, да? Нет, это сентябрь. Так. Вот оно, да, мартовское движение. То есть, когда мы сначала резко взмыли вверх, затем вниз, проторговка вниз, проторговка и еще вниз. То есть, движение составило порядка 500 пунктов на минуточку. И ничто не мешает новозеландцу повторить этот успех. Напомню, что среднесрочная структура смотрит у нас именно в нисходящем направлении. Но вот этот флет, перерастающий в движение с небольшим преимуществом быков, он все-таки немножко смущает и говорит о том, что здесь достаточно серьезная борьба за главенство происходит. То есть, кто же в итоге победит, быки или медведи, мы с вами узнаем тогда, когда здесь нарисуется какой-то тренд. На текущий же момент здесь явно прослеживается флетовое движение. Давайте даже его отметим, чтобы нам его было хорошо видно. Вот у нас есть верхняя граница, есть нижняя граница. Предпринимались попытки пробить нижнюю границу и верхнюю границу. Здесь даже немножко не достали. И сейчас как раз цена находится возле нижней границы. Поэтому потенциал на текущий момент смотрит именно в восходящем направлении. Ну а если мы будем уже пробивать этот флетовый диапазон и закрепляться под ним, тогда присоединимся к общему движению на достижение котировки 0.6784. Идем дальше. Золото. По золоту, мало того, что мы выполнили ту формацию, на которую рассчитывали на прошлой неделе, мы ушли еще и дальше. И практически у нас, можно сказать, сейчас это безоткатное движение. Ждем какой-то коррекционной составляющей. Но пока что у нас цели остаются вверху. Это 1808.77, 1817.08 целевой диапазон. Напомню, что у каждого брокера, как это ни странно, длина вот этой шпильки, она разная. Поэтому погрешности в построениях могут быть достаточно серьезные. Пока что здесь хочется выделить, наверное, только один сценарий движения цены. Так. Что у нас за канал? О. Только один сценарий движения цены. То есть, поскольку мы идем в восходящем направлении сейчас, у нас остались вверху неотработанные зоны ликвидности. Поэтому потенциал пока что будет за быками на текущей валютной паре. Единственное, что здесь смущает, это то, что не совсем понятно, как строить зоны поддержки. Поскольку срыв цены был достаточно серьезным. И хоть здесь видим час закрывался в нормальном режиме, то есть не было теней, было четкое движение вниз часовой, затем четкий откат часовой. Тем не менее, здесь есть действительно много вариантов, по какому принципу построить уровни поддержки. Я рекомендую вам рассмотреть пока что две зоны. Первая зона это 1761.90 котировка. И вторая зона поддержки это 1744.95, 1747.11. Более дальнюю зону 1723.54. Ну, также по сути можно рассматривать, но все-таки это более дальняя зона. И если цена скорректируется до такого значения, то здесь возможен какой-то вот такой сценарий. То есть закрепление ниже вот этой зоны и поход дальше в нисходящем направлении. По тем размерностям, которые мы рассматривали ранее. Вот, то есть пока что сценарий у нас именно такой. Продолжаем смотреть в лонг, при коррекциях покупаем. По серебру. Серебро идет не так активно, как золото. Как видим, мы здесь отработали нижнюю зону ликвидности и оттестировали верхнюю. Так что можно по сути сказать, что какая-то ликвидность на этой паре присутствует. Поэтому дальше мы будем смотреть туда, куда, в общем-то, будет у нас смотреть общий тренд. А пока что здесь общий тренд непонятно куда смотрит. Потому что срыв цены был, движение вниз не продолжилось. Есть небольшая проторговка вниз, есть небольшая проторговка вверх. Но сейчас канал у нас краткосрочный. Вроде как смотрит в восходящем направлении. Поэтому будем придерживаться пока что движения в лонг. Но если цена будет корректироваться, две зоны поддержки 23.53, 23.33. Это основная идея на текущий момент. И ближайшая цель находится в районе 24.51. Будьте внимательны. У нас есть промежуточная проторговка, такая же, как и на золоте. В отличие от золота. То есть мы эту проторговку здесь уже благополучно преодолели. Здесь даже от нее коррекция была. А по серебру этой проторговки, как видим, не было. То есть реакции, хотел сказать, не было. Потому что мы этой проторговки еще не достали. Поэтому при подходе к ней здесь возможна коррекция. И уже после этого мы пойдем добивать верхние цели. На это также обращайте внимание, чтобы лишний раз не тащить стоп-лосса. Просто фиксируйте часть прибыли и переводите все в безубыток. Либо открывайте встречные агрессивные позиции. То есть в принципе любой вариант здесь хорош. И вы можете использовать тот, который вам больше подходит. Идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть также себя ведет достаточно неплохо в последние дни. Как видим, те формации, которые у нас появляются, она выполняет очень четенько. Здесь был отскок от линии сопротивления. Видим, была неплохая реакция. Затем все-таки продолжили движение в восходящем направлении. Ну и сейчас здесь рисуется что-то типа треугольника. Нельзя сказать, что это треугольник именно нисходящий или восходящий. Поскольку ситуация здесь тоже не самая простая по нефти. В первую очередь потому, что это энергетический такой спекулятивный инструмент. И если вдруг произойдет что-то внезапное, неожиданное, то никакой технический анализ вам не ответит на вопрос, куда же все-таки нефть пойдет. Поэтому в текущей ситуации я вам рекомендую рассмотреть два варианта развития событий. Вариант номер один это восходящее движение. Его мы здесь рассматриваем по паттерну 1, 2, 3. То есть представим, что вот это у нас волна А, это коррекция волна Б и это волна С. Конечно, вы можете зайти в сделку из текущих позиций с учетом того, что для этого уже есть причина, то что мы находимся вот в этом диапазончике. Но я бы не рекомендовал этого делать, потому что все-таки мы можем сходить еще дальше по вот такому структурному движению. И зачем нам тянуть эти стоп-лоссы, когда мы можем подождать четкой ситуации и затем уже зайти в сделку. Но потенциал основной мне видится именно вот такой. То есть движение в треугольнике до верхней границы. Затем мы уже будем смотреть, что будет происходить с ценой. С большей вероятностью, с учетом того, что у нас уровень глубокой коррекции остался за верхней границей треугольника, будет вот такое движение. То есть тест этого уровня, дальше коррекция к верхней границе и добитие верхних целей. Это у нас диапазон 73, 98, 74, 53. Основной сценарий мне видится именно такой. Ну а если мы пойдем в нисходящем направлении, то здесь в принципе мы можем с вами подождать, когда цена пробьет нижнюю границу трендового канала. Затем подождать коррекцию и на ретесте зайти в сделку в шорт. Целей внизу также много. Есть неотработанная среднесрочная цель в диапазоне 63, 35, 64, 36. Также есть несколько ключевых уровней. Так что в принципе здесь у нас возможен как поход вверх, так и вниз. Главное не проморгать точку входа. Так и доллар-рубль. По доллар-рублю на прошлой неделе мы как раз ждали пробития и ретеста. Ну как видим пробитие это состоялось, но ретест, к сожалению, зоны пробития мы получили только на следующий день. И здесь лично меня опять выбило по стоп-лоссу. Никак я не могу поймать этот доллар-рубль, все никак он не дается. Но вот сейчас вроде как что-то вырисовывается. Здесь у нас будет идея следующая. Поскольку верхнюю границу трендового канала мы все-таки пробили, и можно сказать, что она уже здесь не действует, есть два варианта дальнейшего исхода. Ну вариант номер один, это если мы с вами расширим трендовый канал. В принципе по тем границам, которые мы видим, это достаточно такое актуальное построение. Но в этом случае, как мы видим, у нас основной потенциал движения смотрит именно в нисходящем направлении. То есть нам нужно подождать, когда мы пробьем вот эту проторговку, закрепимся и полетим вниз к нижним целям 71.93, 72.21. Это основной сценарий на текущий момент. А если все-таки продолжать придерживаться идеи, что мы сейчас пробили вот эту трендовую линию, закрепляемся выше нее, тогда нам всего лишь нужно, можно кстати уже с текущих позиций принимать движение, принимать решение по входу в среднесрочную сделку в лонг, стоп-лосс расположить за зоной проторговки, и в принципе это будет альтернативный сценарий. Однако здесь при таком исходе я бы рекомендовал первую часть прибыли зафиксировать на абсолютно максимуме 70, на локальном максимуме 74.087, поскольку вот эта формация, которая у нас имеет место быть, ну она может и не исполнится в конце концов, то есть может здесь быть какая-то просто усеченная конструкция, а затем мы просто свалимся до нижних целей, как это было неоднократно ранее. Вот, поэтому будьте здесь осторожны, аккуратны и обязательно соблюдайте риск менеджмент и money management. Ну что ж, это все торговые идеи на сегодня, надеюсь вам было полезно данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор, я желаю вам хорошего дня и удачной торговли, пока!